ПЕСНЯ 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 И в нашу жизнь мы передаем соболезнования к родственникам. Мы ограничены времени. У нас сейчас времени есть жизнь производительного служения. И полчаса для того, чтобы это захоронение, поэтому мы должны начинать наше служение. Слава Богу, я самое первое хочу выразить, это чувство соболезнования к родственникам, женщинам, детям. И Господь нам постоянно дал живую надежду, что это не финал, это не закончение этой земли. И апостол послал своих послания, эту надежду, которую мы имеем нашему Господу. Я прочитаю послание Каринджан, это что послание, и 15 главы, с 31-х секта. Говорю вам в тайне. Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока, при последней трубе. Ибо вострубит и мертвые воскреснут векленные. А мы изменимся. Ибо кленному сему задвижут облезься векленные. А смертному сему облезься векленные. Когда же от тленной сие облечется векленный. И смертной сие облечется бессмертный. Когда сбудется слово написанное. Поголощена смерть победы. Смерть, где твоя жала? А, где твоя победа? Жала же смерти век. А сила смерти, сила греха за кровь. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Багато розумень, понять. Из всего мира входить в наше життя. Когда мы живем в этом мире. Когда мы слушаем в этом мире какие-то новости, поведомления. И есть такой выраз, что надежда умирает последней. Но это не христианский выраз. Это не учение Слова Божего. Христианская надежда никогда не умирает. И тут про это написано. Что, где когда мы, как люди, путаем христианскую надежду, надежду из оптимизма. Оптимизм говорит, может нам получиться. Если все обстоятельства сложатся, мы что-то ожидаем и что-то у нас получится. Но христианская надежда говорит, что это, что мы ожидаем, 100% что мы этого дочекаемся. Тут написано, говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Это не финал христианина. Мы знаем, что придет час, и у нас будет снова встреча. Родинами, знакомыми, человек с женщиной, тату с детьми. А самое большее мы увидимся с нашим Господом, который виноват из всего этого. Это и надея. Какая наша надея. И апостол писал Фессалоникийцам из 4 главы 13 стиха. Не хочу же оставить вас, братья, в неведении, а в убежи. Дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то умерших в Иисусе Бог приведет с ним. Ибо сие говорит вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до предшествия Господня, не предупредим умерших. Потому что Сам Господь при возвещении, при гласах ангела и трубе Божией сойдет с неба. И мертвое во Христе воскреснет прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ним восхищены будем на облаках. Встретение Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга всеми словами. У нас нет другой утихи, поддержки один одного, как этими словами. Если мы верим, что Христос умер и воскрес, так же мы воскреснули истин. У Господа все живы, так говорится в Писании. Мы переходим из этого життя, из часового, в вечное життя. Господь дав нам эту надежду. Может, среди нас есть люди, родины, которые не имеют этой надежды. И думают, может, у меня что-то получится. Может, я достигну чего-то. Господь запрошу таких. Да исполнит вас всякой радости и мира. В вере, да боги силою Духа Святого обогателись надеждой. Эта надежда, она увеличивает. Это означает, что если мы только верим, то она может быть маленькой. Но когда мы проходим певную дорогу, Господь написал, что Бог же надежды, да исполнит вас всякой радостью и мира. Когда у нас есть надежда, то Бог исполняет нас радостью и мира. Когда у нас есть люди, которые не знают Бога, у них постоянная тревога. Для них это финал. Больше не слышат голоса этого человека, не видят. Но Бог надежды написано, что Он исполняет радостью и мира. Бог даёт радость наше сердце. Мир, заспокоение. Хай Он и даст вам, шановная родина, шановные близкие, которые с нами, которых, может, тут нет. Господь Той, который силою Духа Святого сбогачивает нашу надежду. Сбільшит эту надежду, что в нас снова будет встреча. Не остаться тут, в померчении, на этом месте. Но они воскресны. При гласе Аргандула и Трубе Божьей. Поэтому мы будем ждать с такой надежды на встречу с нашими родителями. А сейчас я хочу вас запросить до молитвы. Стану нашим дворим. До молитвы. Слава тебе, дорогие. За то, что вы знаете, вы же меня Бога. Вы знаете, вы Бога надежды, который вызвал нас в свете за Богом. Покликал нашу брата, который отъехал от нас, которого не покликал. С нового времени. Он привозит свою семью. В цей надежде. Что будет встреча снова. Господи Боже. Я дякую тебе еще и еще раз. Что, Андрей, в ци дни роспача и горя, в нас не чути криво на наших охранах, но у нас есть спокойная надежда, что мы встретимся с тобой на Господь и с нашими родителями. Господи, спаситель, я прошу тебе, благослови сімю Крейдич. Благослови всі родины, которые сопричастятся с ними, Господи, спасителем. Хай в их сердце будет радость и мир от Духа Святого, Господи, спасителем. Я прошу тебе, благослови, и это служение тут. Может быть, люди между нами, которые не имеют этой живой надежды на тебя. Господи Боже, благослови и подай милість для них. Спасителю наш, прибудь с нами Духом Святым, утешай нас, благослови, братчики, будь, еще извещати цю новину, читати слова потихи, и благослови, співаючи всіх, хать вы ими прославиться, на наших христианских похоронах наш Бог, потеть Син и Дух Святой. Аминь. Син и Дух Святой. Я буду счастлив без конца. Там воються святосом, ожидают меня пред Христом. Там мой крест будет снят, и мне скажут, ты Богом принят. Я буду счастлив без конца. Там славное дерево жизни, Син и Дух Святого. Там Христом ожидают меня пред Христом. Там мой крест будет снят, и мне скажут, ты Богом принят. Син и Дух Святого. Там стена святого чертова, Союза спасенных сердцах. Я буду счастлив без конца. Там воються святосом, Ожидают меня пред Христом. Там мой крест будет снят, И мне скажут, ты Богом принят. Я буду счастлив без конца. Я буду счастлив без конца. Дорогие братья и сестры, Мы живые скажем слава нашему Господу за это благоприятное время. И хочется одновременно выразить соболезнования Гали, сыновьям, дочерам. Примите, да утешит вас Господь. Когда пришла эта новость, то можно как сказать, мы были в шоке. Зная брата, зная общение с ним, разговоры недавно, зная, где он сидел в церкви, и просто поражаемся, что так случилось. Но одновременно веря в то, что око Господне над нами, мы предаем это в руки Господа. Око я в руки Господне. Мы, конечно, хотим, чтобы наши близкие, родные, друзья, знакомые, жили очень долго, как Моисей сказал, 80 лет и больше, от 70 лет и больше, на определении у Господа. Но Слово Божие, братья и мои, сестры, говорит, так, я запитаю место писания, я думаю, что мы неоднократно услышали, голод говорит, возвещай, и сказал, что мне возвещать? Всякая плоть трава, и всякая красота ее, как свет паревой. Засыхает трава, увядает свет, когда дунет на него дуновение Господнее. И другое место, подобное этому, это уже пишет Давид. говорит, дни человека, как трава, как свет паревой. Так он светет, пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Дни человека, как трава. Мы неоднократно слышали, какие бывают дни человека. Некоторые доживают до большей старости, некоторые уходят в младенчестве. И когда мы предоставим нашим, верим тому, у которого око над нами, у которого жизнь наша, которому мы доверяем, мы верим, что это есть определение Божье. Дорогие мои братья и сестры, но слово в другом месте говорит такие слова, это в Откровении записано, 21 глава, такие слова, и от рот Бог всякую слезу сочай их, и смерти не будет уже ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. У Анатолия так и случилось. Бог отер слезы, забрал все переживания, и надежда лишь у Господа, братья мои и сестры, сестра Галя и детки, на Господа. Он от рот и ваши слезы. Я думаю, что когда это случилось, для них как бы все остановилось. нету слов, нету что-то сказать, оно остановилось все. Но слава Богу, что Господь укрепляет в таких ситуациях и дает надежду, и потихоньку оно все восстанавливается. Мне вспоминается один случай. Здесь у нас церковь где-то, 94-е года, 95-е, не помню. Когда мы трудились на миссии и огружали контейнеры на Украину, Молдавию, Белоруссию, и очень много братьев, сестер несли посылки, чтобы отправить. Бывало, что на месяц по три контейнера отправляли. И было какое-то немножко ограничение, потому что старались все как бы чем больше туда передать. И помню такой случай. Толик с Галей принесли, привезли очень много посылов. как бы сверх нормы, где-то 7 или 8, где-то так, и очень большие. И когда я принимал, я тогда, помню, Галей говорил, ну, куда ты, ты знаешь, что есть какое-то ограничение, что все люди хотят передать. Говорю, не знаю, не смогу ли я их погрузить. Но постараюсь. Но я не знал, что у этой семьи было очень доброе сердце. Они не слали своих продуктов, не слали какую-то одежду, но в этих посылках было добродетель. Они слали на Белоруссию всем тем, кто страдает, болеет, бамперсы и вся эта принадлежность, которая так необходима была в тое время. Здесь было в изобилии, а там этого не было. Но вот их сердце было расположено именно таковым помогать. Доброе сердце было только общительное. И когда вспоминаешь, по плоти нашей грустишь и задается вопрос, почему именно так случилось? Дорогие братья и сестры, мы на земле, и жизнь наша, она в руках Господа. И сегодня Слово Божие говорит к нам, мы не раз бываем на похоронах, чтобы мы были готовы на всякое время пред Господом. И с каким багажом мы придем к Нему. Что хорошее мы делаем для нашего Господа. Пусть Господь благословит и укрепит нас, дорогие мои братья и сестры, чтобы каждое такое служение оно нам напоминало, что жизнь продолжается, но за этой жизнью и ходит смерть, от которой мы не избежим. Но в какое время мы не знаем. Вот главное для христианина быть готовы на всякое время. пророк пишет такие слова для каждого из нас. Он сегодня каждый посылает месседж, чтобы мы рассуждали. И вот только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Только Господь, братья и сестры, знает жизнь нашу. И Он знает, что нужно нам. И когда Он хочет отозвать нас от этой земли. И когда позовет за ушки, чтобы мы могли сказать, вот я, я раб твой, и все сделал по слову твоему. Да будет Господу благословение, да утешит Он печаль близких, родных. Мы так не можем утешить. Утешаем просто временно. Самые друзья Иова и то утешали, целый день, целую ее неделю молчали, не могли ничего сказать. Мы не должны уподобляться таким утешителем. В молитвах наших, в скорбях несем эту семью пред Господу, чтобы Господь утешил, а Он знает, как утешить. И Он утешит. Пройдет это. Пройдут переживания, жизнь пойдет своим чередом, Богом, сейчас горе. Сейчас нету слов у них, что даже сказать. И Господь испытывает этим. Но сколько у нас веры, чтобы довериться нашему Господу? Друзья, мои братья и сестры, жизнь на земле не 300 лет, а может быть 60, а может быть только 30, а может быть 25. Вот почему сегодня это слово говорится к нам. Все стоят у двери и стучат, кто услышит, войду к нему и буду вечером с ним. Другие мои братья и сестры, особенно хочется обратиться к детям. Тяжело, конечно, переживать, но помните, для того, чтобы встретиться своим Отцом там, на небесах, надо пересмотреть всю свою жизнь, приложить все старания и усилия, чтобы достигнуть вечности и там славить Господа со всеми нашими родными, которые туда переходят. Пусть Господь благословит и ему за все слова. Аминь. Не знают, кто наше Господь и за минуты немного. Кругли наше зарит на плодение и с меня видят. Не знамим, наш Господь возвратится, но знамит тебя, что к нам судьи стремиться, Он вскоре придет, Новый день загорится, Но не знаем тогда. Он придет, будем ждать и молиться, Он придет. Аллилуйя, Аллилуйя, Он придет во благо, И во славе небес мой, Но не знаем тогда. Бог людям дал свет, Что поздравит спасенье, Дал сердце Сою, Дал свои воскресенья, Спасет мир от век, Лишь Иисуса не обренье, Но не знаем тогда. Он придет, будем ждать и молиться, Он придет. Он придет, Аллилуйя, Аллилуйя, Он придет в облако, И во славе небес мой, Но не знаем тогда. Молись и трудись, Соблюдай мощное слово, Свети в них зажги, И всегда будь готовым Труба зазвучит, Задрожав все основы, Но не знаем, когда он придет. Он придет, будем ждать и молиться, Он придет, Он придет, Аллилуйя, Аллилуйя, Он придет в облако, И во славе небес мой, Но не знаем когда. Соболезнивание, папа передавал особенно. Я помню, как с ожиданием, еще когда вы приехали сюда, в Америку, И когда-то вы приехали к нам, в Нью-Йорк, На вот этот Нью-Йорк форс, Как мы с ожиданием ждали, что дядя Толик приедет. Это было очень хорошо. Вы нам очень много помогали, и в Белоруссии, и здесь. И что очень важно именно для меня было, что я мог любое время позвонить в аудиторию, Посоветоваться, спросить его насчет этой ситуации или этой. И он всегда мне давал хорошие христианские советы, Как это важно в нашей жизни, иметь человека, с которым можно посоветоваться, Который даст правильное наставление, не только жизненное, но также духовное. Примите нас с оберегацией. Дорогие друзья, собравшиеся здесь, я верю, что нет ни одного человека на этом месте равнодушных, Потому что мы здесь. Наша любимая семья Кревич, тетя Галя, Инна, Жанна, Саша, Олег, Мы нашей семьей, это Юля и я с нашими детками очень часто любили, Особенно, когда мы любили приходить в ваш дом к вашим родителям, Мы очень часто имели теплое, хорошее общение в этом доме. Благодаря нашему дорогому дяде Анатолию, который так радужно принимал вас всегда. Я верю, что ни одна беседа, ни одна встреча не останется забытой. Мы их помним. Мы любим вас, и мы искренне соболезнуем вам об этой тяжелой для нас всех утрате. Я также знаю, что брат Анатолия, Василий, мой тесть, он очень соболезный, он постоянно находится с нами на связи, И спрашивает, хочет видеть, хочет знать или может что-то увидеть с каждого служения, которое происходит. И они также соболезнуют и переживают за это. Я хочу сказать одну вещь, что Библия говорит, что венец стариков сыновья сыновей. И я не хотел бы сказать, что Анатолий, он очень старый, ушел к Господу, но он оставил за собой великое наследие в своих сыновьях, в своих дочерях, которые уже воспитывают своих детей и воспитывают по тем же самым принципам, что воспитывал их отец. И за этим очень приятно наблюдать. Я верю, что это также не останется бесследно. Он оставил в нашей жизни очень великий след. И я очень благодарен Богу за это. Будьте благословенны, да утешит вас Господь, Духом Своим Святым. Аминь. Субтитры подогнал Игорь Негода. ПЕСНЯ 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 по написанному книгу, сообразно, с делами своими. Тогда отдал море мертвых, бывшие в нем. И смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судимы были каждой по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книгу жизни, тот был брошен в озеро огненное. Я бы хотел обратить внимание, дорогие братья и сестры, на запись, которая будет очень важна для нашего жизни. Она проходит на земле. Когда люди народятся, есть списки, есть записи. И когда люди помирают, возможно, эти записи остаются в архивах. Но есть очень важная информация, которая записывается про нас на земле. История писалася людьми, история писалася царами, князьями. И мы даже читаем один миссий Священного Писания, где Бог отняв сон от царя. И он потребовал книгу дневных записей. Люди, которые отвечали перед государами, люди, которые отвечали за эту справу, за записи. Десь писалася книжка, на земле писалася книжка дневных записей, и Бог отняв сон от него. И он сказал, принесите мне книжку. И начал шукать, листать, и нашел одну записи. И еще на земле та записи сохранила жизнь для всего народа, как и Божьего народа. Это не была просто записи. Это записи, которая служила жизнью для многих тысяч людей. Это была очень важная записи, братья и сестры. И так может быть и в нашей жизни, что может быть одна записи, которая будет записана в книжке життя. Не в земной книге, а в книжке життя перед Богом. Она будет благословением для нас на все остальные дни жизни, которые будут там в небе. И есть очень важная записи, которая пишется для нас. И есть записи, которая важная пишется для Господа. Братья и сестры, написано, когда будут раскрыты книги, и кто не был записан в книгу жизни, тут будет брошено в озеро Огменаев. Что же это будет за книжка, где будут написаны наши имена, где будут написаны наши життя, где будут написаны наши служения, где будут написаны наши все дела. Будут написаны, братья и сестры. И так бы хотелось бы, вспоминаю брата Толика, который, возможно, делал добрые дела. И были свидетеля. И я вспоминаю, там на березе наловит и раздаст людям, которые нуждались там на том березе. И я часом думаю, ну, может, оно и не нужно было так, но его было настолько сердцем открыто. И я вспоминаю вот этот час, когда я был с ним в ночи, и рыба не любилася. Мы долго там проводили беседу с ним, и на разные темы говорили. И я, ну, я как-то так принял до себя, что насколько он жив на земле, и какого-то такого служения, может, великого не делал. Но в ростове он настолько глубоко поширил в Слове Божие так роздума. Мы рассуждали на него. Это целый день бувало, когда вы пришли с ранку до самого вечера. И рассуждали над тем местом писания, какие места, какие вопроса рассуждали в церкви. И было приятно общаться с такой человеком, которая понимает Евангелие, которая понимает жизнь, которая понимает добрые дела. И кто не был записан в книгу жизни, братья и сестры, что мне этого нужно? Что мне этого нужно было много чего-то сказать, но для нас, людей, нужно визнать, что мы люди грешны, поверить, покаять, принять фонд на хрещение. И иметь добрую записанную спасение. И кто не был записан в книгу жизни, тот был брошен в озеро Огненное. И нам приспевали целом, что пред ним предстанут все народы. Хай Господь благословит, братья и сестры, всех нас. Мы тоже предстанем. И я не раз думаю, какая там будет радость, братья и сестры, когда будет открыта книжка. И в этой книжке написано, Анатолий Кредит, ты будешь в вечном жизни. Слава Господу, братья и сестры, что будет такой момент нашей жизни, вернись уже, Боже, когда мы выйдем из земли. Будет открыта книжка и будет найдена запись, что для того нужно жить святым життям, виконовать Евангелие и служить Господу. А Господь благословит, дорогая родина, приймите впечатление еще раз. Хай вас Бог благословит, у вашего життя нелегкие доли. Сьогодней, сегодня статус меняется, детей. Сьогодней, сегодня, в этих дни меняется статус дружины. Будет меняется, а нехай Господь не поможет вам, чтобы вы не повинялись в другом направлении, чтобы до конца остался в верный Господу, чтобы эта запись, которая записана, была сильной и крепкой в день, когда она будет прочитана. Аминь. Хай вас Бог благословит. Слава Иисусу Христу. Слава Иисусу Христу. Слава Иисусу Христу. очень скорботно, тяжко на сердце. Из вас никто не подготовился до этой смерти. Никто не подготовился до этого разлучения. Но оно скоро постежно так случилось. И знаете, скоро перестроить свои мысли, свои думки, перестроить свое життя. Нам другий ход своего життя, это не так просто. Но мы хотим сказать, что Бог благословит вас, поддержит вас, чтобы перестроившись, вы дальше шли за Господом Иисусом Христом. Я прочитаю несколько виршов Слова Господнего. Я думаю, что это очень хорошие вирши, как и вообще все в Библии хорошие вирши. Но сегодня для меня получилось все прочитать. Это тоже послание на Коринфянам, 4-й роздел, 13-й вирш. Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил. И мы веруем, потому и говорим. Ибо все, зная, что воскресивший Господа Иисуса Христа, честь Иисуса и нас восстановит перед собою с вами. Поскольку мы не униваем, и если в наш внешний человек и тлени, то внутренний, сотня на день обновляется. Ибо кратковременно легкое страдание наше производит в безмерном призвитке вечною славу. Когда мы смотрим не на видимое, но на видимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечное. Вот такими словами я хотел бы обратиться как до себя, так и до всех вас. И до вас, дорогая родина, которая сегодня в тоске, в переживании, в страдании, в борьбе своими думками. Слово Боже нам прямо говорит и утешает нас такими чудными словами, что если мы это кратковременно страдание переносим, мы смотрим с верой, то мы говорим так, что если Господь воскресил нашего Господа Иисуса Христа, то и нас Он воскресит и посадит разом с Ним. И это стержень нашей веры. Это стержень нашего ходения перед Богом. Это наш страх перед Богом, чтобы достигнуть того блаженства, которое Господь дарует для нас всех. И поэтому, хай Господь благословит вас. Хай не смущают вас эти страдания. Хай не смущает вас смерть. Хай не смущает вас разлучение. Но вера, которая движет вас и нам всема, движет вас до того славного события. Хай Бог укрепит и благословит Ему слава навеки. Аминь. Мы хотели вместить всех нового органичного времени. Сейчас хор нам в свой салон после хора Таня-сестра Анатолия Кратковская. И заключение, китимое слово перед молитвой. Что, когда труба Господня над землею прозвучит, и настанет вечно светлая заря, имена всех спасенных перед кричкой повтори, там по милости Господней буду я. На небесной перед кричкой буду я. На небесной перед кричкой буду я. На небесной перед кричкой, там по милости Господней буду я. День блаженный воскресенья всех умерших во Христе, Боговенья их в обители царя. Все святых, помытых кровью, пролитой на кресте, Созовет Он и глазом отвечу я. На небесной перед кричкой буду я. На небесной перед кричкой, там по милости Господней буду я. Дай трудиться для тебя, Господь, любовью всем служи, С утра раннего и до заката дня. А когда берешь работу мне, земную ты сложи, На небесной перед кричкой, там по милости Господней буду я. На небесной перед кричкой, там по милости Господней буду я. Дорогие братья и сестры, в наших всяких днях, вместе с вами хочу сказать славу Господу, Иван достоин славы. Какой бы ни было ситуации радости или скорби, он все равно достоин славы. Я просто хочу поблагодарить моего Господа за нашего братья, которого Бог нам подарил. Он был заботливым отцом, заботливым мужем, он был заботливым сыном. Я уже говорила там, где мы собирались с родственниками, когда были родители старенькие, Они всегда помнили, что их есть родители. Он часто посвященный, он с особой любовью относился к родителям. Он понимал, что когда-то, может быть, он доживет этих лет. Но сколько бы у нас не было, зачем и почему, и могло бы. Но мы понимаем, что есть Тот, Который определяет и видит начало и конец нашей жизни. И если Он скажет, до силы дойдешь и не перейдешь, никто с Ним поспорить не может. И мы, конечно, печальны, потому что разлука на земле, она всегда тяжела. Но мы верим, что мы встретимся с Ним, в ноги Иисуса. И я не раз, заходя в эту семью, поражалась их терпением и любовью, Как они относились и относятся к силушке, которая у них есть в доченьках. Для них она никогда не была бременем. И детки их, и они. Я поражалась их примером, насколько правильно и с какой любовью они относятся к этому детятию. И какой мир царит в этой семье. Это был человек, который носил внутри Господа. Да подаст Господь свое утешение, и им, и нам, прадеду, скорбь. Слава Богу! Скажем, слава нашему Господу! Самое искреннее, самое сердечное соболезнование, сестра Галина, детки, также все родственники. И также с Флориды, там мои родственники живут, и я тоже в вашу семью знал, и сестру Таня, они также соболезнуют. Да, укрепит вас Господь. И сегодня братья говорили слова поддержки, утешения для вас. Мы подходим к молитве, поблагодарим Господа. Я вчера сидел на похоронном служении, там в церкви, и одна из дочерей говорила о своем отце. И я обратил внимание, наверное, что у него было хорошее качество. Он где-то на природе, например, был или еще где-то на выезде. То у него всегда время было подойти к детям, спросить, как дела, позаботиться о них. Вот. И сегодня я еще и больше услышал о нем хороших и добрых характеристик. И я хочу сказать, как нам, которые сейчас живые, для брата Анатолия уже не можем сказать. Как в жизни нашей бывает. Как бывает в нашей жизни. Вот человек, например. Человек сделал плохой поступок. Небольшой. А люди начинают про него говорить. О, да нет в нем ничего хорошего. Плохой, пропащий человек. А он, может быть, просто руки не подал. Или там машину не взял. Или там что-то еще незначительное. И мы оцениваем. Характеристика идет такая негативная о нем. Ничего в него нет хорошего. А Бог работает не так. Бог работает не так. Он с человеком, он находит что-то единственное, может быть, в человеке положительное, хорошее. И начинает его раскручивать. Больше. Чуть больше. Шире. Вы знаете, как спираль. И вы знаете, вот появилось еще нечто хорошее. Вот он обратил, сфокусировал внимание на доброе в человеке. И еще прибавилось. На первом человеке была благотворительность. Другой ничего не замечали. И Господь работает с этим, чтобы больше раскрыть. Чтобы еще лучше добавилось. В жизни так бывает. Вот это стиль и сущность Божья. Человек увидел малейшее. Все, нету с него. Его могилы исправили. Да плохой человек. Негодный человек. У Господа не так. Друзья, обращая внимание, как делает Господь, и как мы порой, сущность Бога. Я когда вспоминаю послание апостола Павла Филимону, и там написано за беглого Анисима. Такой раб был, Анисим. Негодный человек. И там написано слово «негодный». И он говорит, он когда-то был негодный, а теперь годен для тебя и меня. Я его возвращаю тебе. Вот так вот и Господь делает. Я смотрю, брат Анатолий. Хороший, много качеств. Это Господь сделал, слава Богу. И у нас так получается. И у нас так получается. И к нам слово сегодня звучит, друзья. К нам, к тебе и ко мне. Не списывай. Не списывай человека. Может, ты увидел, и что-то у него малейшее плохо, не ставь на нем точку. Попробуй увидеть у него, может, то незначительное, а хорошее. Вот. И тогда можно извлечь, как написано у Еремии. Если ты извлечешь, ну, там, ну, прямо вот, ну, капельку какую-то маленькую, то ты будешь, как мои уста. То есть, если ты извлечешь драгоценного, изничтожного, то будешь, как мои уста. И сегодня в жизни, как я поступаю, увидим в человеке нечто, вот, дай ему, как бы, поддержку в этом. Вот в этом, бывает, что он даже неверующий где-то живет. А у него есть склад такой вот добродетельный. И начни с ним работать. И раскрывается больше. И он приходит до Господа. Он кается. И он смотришь, и он служит для Господа. Когда мы читаем в Библии бытие, и там написано о сатане, о дереве, познании добра и зла. И он подошел к Еве, первой женщине, и он начинает с негатива. Вот это стиль, стиль заметить плохое. Противник, не Бог, противник делает так. И он заметил, подлинно ли Бог сказал, не ешьте ни от какого дерева. Это уже неправда. Это уже неправда. Бог сказал, все можете, все ваше. Только посреди рая там дерево не трогайте. А сатана видит, хочет сделать, что все плохо. Все, все, ну просто все плохо. Нет, не плохо. Неплохо. Бывает, что ребенок приходит, человек открывает холодильник, полный холодильник кушает, ничего кушать нет. Да ты обрати внимание, вот это лежит, вот это лежит, и колбаска там лежит, и сыр лежит, и хлебушек лежит. Да так много Бог дал в раю. Вот это пользуйся, вот это бери, и вот это. Там может быть маленько, незначительно. Не раскручивай это. Не увеличивай это. Остановись на том, что много Господь нам дал. Весь рай, сад наполнен хорошим. И ты не замечаешь. И ты сегодня, друг, не замечаешь, как Бог благодеяниями своими дал твою жизнь и мою много благословений. И ты сегодня хмурый. И ты сегодня наполнил сетованием, ноем, печальцем, говорят, нет ничего. Вот нельзя мне вот это. Друг, может, покаяться надо. И сегодня ты утром встал. Что тебе на сердце было? Воздал ли ты славу Богу, как много тебе Бог сегодня дал? А ты сфокусировался на том, который лукаво хочет завести, и сказать, ничего тебе нет, и не устройся на этой земле, и здесь все погибельно, и все плохо. Нет, нет и нет. Бог имеет много хорошего для тебя и меня. И я сегодняшний день начал с благодарения. Я благодарю Господа. Он мне семью дал. Он мне дал и деток. Он мне дал церковь. Он мне дал спасение. Он дал мне благословение. Слава Ему! Я хочу, чтобы мы все настроились на это сегодня, оставшись в живых. И сегодня делай вывод, как ты и я поступаю в этой жизни. У кого будет постоянно таковывать? Это его задача. Он пришел что? Украсть, убить и погубить. А Иисус пришел, чтобы дать жизнь и жизнь избытков. И Он дал нам ее. Аминь! Слава Богу! Нацелимся на это. У меня времени нет сегодня больше. Я хотел бы, вспоминая Анатолий, я вчера сидел и рассуждал. Говорю, как человек поступает иногда неправильно. А все-таки милующий Бог. С незначительным. И он в Николая нашел место. Может быть, я не годный был, когда-то низень беглый. А он увидел, что-то нашел. И он начал раскручивать. Он начал лелеять. Он начал увеличивать. Он начал ее, как бы, благословлять. И сегодня Николай, никченный, стоит сегодня перед вами и славит Бога. И прославляет Иисуса Христа. Вы сегодня спеваете в хоре. А может быть, вы считали себя никчемными людьми. Но Бог вошел в вашу судьбу и сделал так, чтобы вы благословляете имя сегодня. Слава Богу! Утешение слова для наших родственников. Будем сейчас молиться. В Откровении прочитаем. Первое стихи в 22 главе. Откровение 22. И показал мне чистую реку воды и жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престолов Бога и Агнца. Среди улиц его и по Тун и по другую сторону реки древо жизни. Двенадцать раз приносящая плоды, дающая на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народа. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему. И узрят лицо его, и имя его будет на челах их. И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном. Ибо Господь Бог освящает их, и будут царствовать вовеки веков. Брат Анатолий оставил после себя хорошие следы, добрые следы. И мне очень радостно слышать, что наш брат так поступал в жизни. Раздавал, беседовал, благословлял. Мы, давайте, мы сейчас встали и помолимся. Помолимся. Свят Бог, благословляйте. Моление и величие тебе за то, что ты благословил и этот день устроил. Господи, этот час мы провели здесь. Боже, вспоминая жизнь. Боже, ты такую долгу, 60 лет всего. Боже, ты много сделал эту жизнь и подводя итог. Конец, как мне, когда Павел сказал. Лечение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне верить славы. Правды. Господи, я благодарю Тебя, что я слышу про брата Анатолия. Хорошее, хорошее, Господи, свидетельство. Благодарю Тебя, что он был нашим членом нашей церкви. Много трудился. И сегодня наша молитва, чтобы ты утешил родственников, жену, деток, Боже, близких родственников церков. Господи, мы не унываем, как прочие, но имеем надежду, Господь, что будем вместе там во веки веков. Боже, благослови Дух Святой, утешь скорбящих быть и днем. Порой будет нелегко последующие дни, Боже. Господи, благослови и нас, членов церкви, чтобы мы помнили про эту семью, Господь. Молились, а может, когда-то и плечо в плечо подставили. Господи, как брат говорил, статус поменялся на статус жены, на статус вдовы Божия. Посему благослови Галину, Иисус, утешение небесным, Господь. Даруй милость, Господи, для всех нас. Вы благодарны Тебе, Господь. Для нас, Господь, слово звучало сегодня, чтобы кто-то делать выводы в своей жизни каждый день перед Тобой, чтобы мы это сделали. Потому что Ты сказал, все гряду скоро, Боже. Боже, благослови нас, Боже, и вторую часть, когда мы пойдем до места погребения, благослови. Хвала Тебе и слава, вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да прийдет Царствие Твое, да будет боя Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам наши. И не веди нас в Твое искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Дорогие, все братья и сестры, все родственники, сейчас у нас будет прощание, есть возможность с средним судовым проходом пройти возле семьи брата Анатолия. Только прожить, чтобы не задерживаться. Не задерживаться, потому что насторопить время, вот кратко выразить соболезнования. И на эту сторону можно будет выходить, и хор будет петь в салон. После этого семья здесь попрощается, вот сделает фотографию, и мы будем направляться до места погребения туда. Так что будем послушны, давайте не задерживаться, хор поет в салон, и если можно пройти возле родственников, возле брата Анатолия, пусть Господь благословит. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон» Песня 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 «Симон» У Христовой Родина всегда. С нового неба, Божьей рукою, В месяц и слезы Наша земля Я восхищаю Всей красотою Преиступила Преиступила О, это небо, Как и прекрасно Ты отраженье Божьей любви Не быть открытой, Чтобы подняться Не пребывай У Христовой Родина всегда. Не пребывай Не пребывай У Христовой Родина У Христовой Родина У Христовой Родина У Христовой Родина И пребывай У Христовой Родина 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 Играет музыка 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 Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 любви, послал на землю Сына Свою, Сына Христа, который принял смерть за всех. Иисус умер за всех, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. И Он обещал эту славу. Он ведет народ свою славу свою. И Он молился, Отче праведный, который Ты дал мне, хочу, желание, чтобы они были со мною там. Земная жизнь закончилась. Я прочитаю местное священное писание про Каиса и мечтаю им такое слово. Не будет уже солнце служить Тебе светом дневным, и сияние луны светит Тебе. Но Господь будет Тебе вечным светом, и Бог Твой славою Твоею. Не зайдет уже солнце Твое, луна Твоя не сокроется, ибо Господь будет для Тебя вечным светом, и укончатся огни ситуации Твоего. вот, прохладное утро, потеплело, солнышко освещает, погребает нас. Для брата нашего Анатолия и жизни уже окончены. Но есть надежда. Уже для него это солнце земная жизнь, где огни светятся. Господь будет Тебе вечным светом, и Бог Твой славою Твоей. Блаженны те, которые в жизни, для которых Господь, личный спаситель, которые последовали за Господом, которые пообещали Ему добрую совесть служения на этой земле. Есть надежда. Пусть Господь благословит. Правоцы наши, патриархи, стремились, стремились. Мы смотрим не на видимое, а на невидимое. Видимое временно, невидимое вечное. Они стремились к тому городу, которого основание художник, строитель, сам Бог. А о себе говорили, что на земле они странники и пришельцы. И на этом похоронном служении просматривая нашу жизнь, возвращаясь в прошедшее. Мы просим Господи благословения в будущее. Пусть Господь уйтишит, где взять те слова утешения. Но мы читаем священное писание. Утешайте друг друга этими словами. Есть надежда. Будет встреча. Господь нас призвал в свою славу. И возвратится прав в землю, чем он был, а Дух возвратится к Богу, который дал его. Определение Божие для всех людей, живущих на земле, из праха, начиная от Адама. Из праха ты взят, и в прах возвратишься. Пусть Господь утешит родственников. Мы помолимся тяжелые дни после похорона, когда дома нет того близкого, родного, когда мысли возвращаются прошедшую жизнь, когда начинают осознавать. Пусть Господи эти трудные дни после похорон, утешит вас, благословить. Об этом помолимся и закончим наше служение благодатью. помолимся. Наш Господь, Бог наш, мы благодарны Тебе, Господи. Смерть святых, она дорога в очах Твоей, Господи. Конец земной жизни, земной дороги нашей, Господи. Мы стоим все в преддверии вечности, мы не знаем, что принесет нам грядущие дни. Помоги нам, Господи, жить на этой земле свято, Богу угодно, быть способным исполнить волю Твою. Ты сказал молитвы, я исполнил волю Твою, Отче, на земле. И совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. Ты молился об учениках, ты молился о нас, Господи. И эта молитва была услышана. Сегодня благая весь возвещается. Господи, спасение по благодати через веру, Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился, ибо благодатью мы спасены. Благослови, Господи, мы сругали деток всех, Господи, всех родственников, близких и дальних, которые приехали, кто-то не мог приехать, Господи, у тех, где они есть, Господи, и нам, позволь по Слову Твоему, предавая тело брата Анатолия, земле, Господь, благодарить и славить имя Твое, Господи, за все в жизни нашей. А самое главное, что Он, Господи, познал путь спасения, что Он служил Тебе, Господь, и успокоился в Господе, да будет имя Твое возвеличено прославлено в жизни и смерти достойного славы Бога, Отца, Сына, Святого Духа. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Христа и общение Святого Духа со всеми нами. Пожалуйста, слово родственники. После этого будем борьбовать дети, будем вам восстанавливаться. Слава Богу. Я благодарю всех, кто за нас молился, молится. Продолжайте молиться за нас и благодим, что пришли поддержать нас с этим случаем. Это мой отец. Я также прошу, чтобы все поедем туда на обед в Славе Крыне. Мы пришли туда, разделились с нами в обед и еще мы пообщаемся там. Я думаю, чтобы отец мой хотел бы, чтобы все присутствовали там. Всегда всех звал, всегда готов был поделиться. Я думаю, было бы хорошо и нам приятно, если бы все могли прибыть туда. Слава Богу. Галя, как много пришло. Это говорит о том, это друзья ваши, которые разделяют скорбь вашу, соучастники вашей скорбь пришли поддержать вас, что пусть Господь бластвует. Пожалуйста, Хористы, псалом и во время пения все же зло. Слава Богу. ПЕСНЯ 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 все-таки его доброта и отзывчивость не осталась незамеченной. Я смотрю, что очень много друзей, родственников оставили свои дела, оставили свои работы из далеких мест. Кто-то ехал, кто-то летел, приехал для того, чтобы разделить скорби, утрату, которая пришла в нашу семью. Я искренне от всей нашей семьи вам сидеть, чем благодарен. Нам очень приятно видеть вас, хотя, конечно, причина нашей встречи не самая приятная, не самая лучшая, но нам приятно, что жизнь моего брата, она многих коснулась, многих затронула, многие его уважали, многие его дорожили, ценили общение с ним. Нам тоже приятно видеть всех вас. Поэтому, дорогие, мы всех приглашаем вас, как Олег говорил, брат хотел бы иметь как можно больше людей. Звонил, просил, приглашал всех, кого можно только, хотел видеть. в церкви Троицы на Аугурм, я думаю, там, где вчера проходило собрание, вы знаете адрес, если кто-то не знает, все хористы, мы вас благодарим, хористов, за то, что вы потрудились, благодарим братьям, которые и в четверг, и в пятницу на служение предоставили, и церковь, и возможность, которые были, они не знают, как проводить такие служения. Родственники не всегда знают, как вести себя даже на таких служениях, просто, куда им скажут, они стоят к этому. братьев благодарим за то, что они знают, дело, они помогают и ведут это служение. Мы же также благодарим и приглашаем всех разделить тракту, печали, там место, это свадебный зал, там проходят свадебные пешества, для нашего тоже общение там будет для всех мест, поэтому приглашаем всех. Бог пусть вас каждому воздат за вашу жертвенность, за то, что вы отложили ваши дела, приехали сюда, вас сердечно благодарим, будьте благословлены Богом за все вам сердечную благодарность. Субтитры создавал DimaTorzok, ПЕСНЯ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Добро пожаловать на наш канал!